Здравствуйте! В эфире программа «Разговор по душам». С вами в студии я, Елена Бубнова, и врач-психотерапевт высшей категории Алексей Изотов. Здравствуйте, Алексей! Здравствуйте, Елена! Здравствуйте, уважаемые телезрители! — Традиционно в начале передачи я напоминаю нашим телезрителям, что у нас прямой эфир. Телефон в студии 202-11-22. Звоните, задавайте вопросы, присоединяйтесь к дискуссии или предлагайте свои какие-то темы для обсуждения. — Да, а я традиционно хочу напомнить, что мы действительно ждем звонков. Какое-то время их не было, не знаю, сколько еще будет или не будет этого времени. Но хочу напомнить, что мы, на мой взгляд, делаем такую специфическую передачу. Я периодически об этом говорю и хочу, чтобы она была такой у нас с вами. Передачу, в которой не выражают мнение посаженные эксперты, в данном случае врач-психотерапевт, например, да, не делятся какой-то важной информацией, ну, грубо говоря, не передают информацию из одного места запоминающего в другое запоминающее место. Это традиционная такая процедура для нашего с вами времени. Я не помню, кто очень метко назвал наше время временем экспертов. То есть у нас вот по всем каналам, по всем газетам, на улицах везде эксперты. Я вчера шел во дворе и видел, как одна пожилая женщина, другой говорила, они стояли под каким-то деревом, под липой, и одна другой говорила, я вот тебя привела сюда, чтобы ты дышала липовым цветом. Ну, в общем, ее как-то наставляло. То есть я видел, что эти две женщины, ну, примерно одного возраста, и вместо, как сейчас говорят, может быть, психологи, такого горизонтального, горизонтальной формы общения на равных, вот по каким-то причинам они выбрали такую экспертную ситуацию. То есть одна эксперт по липе, очевидно, по целительности запаха липового, а другая, вот, ну, я посмотрел на нее, она была с палочкой, пытался увидеть отклик на ее лице, как она вообще себе все это представляет, но она подыгрывала своей компаньонше, собеседнице, говорила, да, втягивала воздух носом. Ну, в общем, как-то включилась в эту игру по вот такой экспертизе и целительности липового цвета. Вот. И как-то хочется немножко или множко отойти от такой процедуры передачи знаний, передачи истину. Мне кажется, что мы живем во время, когда многие истины ставятся под вопрос, и заслуженно ставятся под вопрос, потому что пока они не ставятся под вопрос, они мертвые. Как только на какие-то вопросы снова ищутся ответы, таким образом мы и живем. И вот наша передача задумывалась и движется вот в этом направлении. Направление размышлений, направление рассуждений, здесь нет ответов. Мне кажется, что те телезрители, которые искали каких-то ответов на психологические, психотерапевтические вопросы, перестали нас смотреть. Может быть, с нами остались те люди, которые, и я вас приветствую, те люди, которые, может быть, размышляют вместе с нами, ищут ответы на эти человеческие вопросы, которые каждый день как из рога изобилия сыпятся, и кажется, что ты вчера уже этот вопрос решил. Ну, не знаю, там, какого-то значимого общения, например, с детьми или с супругами. Вот. А сегодня видишь, что ты как будто на том же самом месте, и ничего никуда не сдвинулось. Вчерашние механизмы, вчерашние находки сегодня уже могут не иметь никакого значения. И я продолжаю говорить про психологию, про психотерапию, я никуда не отклоняюсь. Вот для меня вот это, наверное, про человека, про, ну, о его проблемах и так далее. Тем не менее, мы, как люди из телевизора, все равно наделены вот этой какой-то экспертной составляющей. Мы говорим, люди к нам прислушиваются, и кто-то, да, принимает слова как рекомендации к действию. Ну, в данном контексте нашей передачи, может быть, как рекомендации к размышлению о собственной жизни, о задавании себе вопросов. Ну, вот это, кстати, хороший момент, Елена, вы о нем говорите. Мы люди из телевизора, и мы владеем вот этим экспертным мнением. Может быть, нам кто-то об этом что-то скажет? Так ли это? Мы действительно все еще в экспертном поле? Или мы делаем вид, когда уже другие средства связи и коммуникации развиваются, мы делаем вид, что мы сохраняем эту позицию. Как, например, преподаватели, тоже может быть болезненный пример, преподаватели в институтах. Я сейчас регулярно об этом слышу. У меня, я говорил уже, много студентов, ну, среди пациентов, скажем так, да, среди тех людей, которые приходят за помощью. И вот они описывают эту ситуацию, она, в общем, известная, она, ну, не так давно возникла, но в полной мере пришла. Когда преподаватели некоторые, ну, не перестроившись, пытаются продолжать делать вид, что они единственные носители информации, хотя это уже не так, потому что доступ в интернет открывает такое богатство информации и исторической, ну, в общем, какой угодно, фактологической. И вот преподавателям приходится думать о чем-то другом, предлагать материал каким-то другим способом, чтобы не только его вот подавать в таком экспертном формате. Поэтому мне очень интересно, остались мы ли мы в экспертном варианте, насколько, насколько это важно для вас, телезрители. Я вижу, что вы хотите что-то... Прямо пару слов еще добавлю. Я вижу, что периодически я, ну, получаю, вроде бы, ответ на этот вопрос, когда люди, приходящие в кабинет за психотерапевтической помощью, приносят мнение каких-то значимых людей. Ну, не знаю, условный Лобковский, условный, да, или Петрановская, да, фамилия, да, или условный Курпатов. Вот. Ну, вот он или она сказали, да, причем это иногда является аргументом в разговоре супругов, например. То есть Лобковский сказал, что я не должна тебя переспрашивать, или я не должен тебя прощать. Если ты там что-то сделал, да, значит, вот все, надо. Вот Лобковский сказал. И тогда мы в семье, видимо, живем втроем, и кто-то, кроме нас, решает, как нам быть в нашей семье, потому что мы запутались, потому что мы не находим для себя ответ, и, наверное, один из, ну, таких подходящих способов прочитать какую-то книжку, как у кого-то, при всем моем уважении, я хочу, чтобы я был понят правильно, так, как я хочу это выразить. То есть люди потратят свое время, формулируют, тот же самый Лобковский формулирует какие-то истины, свои собственные о жизни. Насколько они подходят вам? Ну, вот это вопрос. Насколько они подходят нам? Тем не менее, спрос рождает предложение. Зачем? Пока мы ждем звонков от телезрителей, может быть, мы рассуждаем. Зачем людям необходимо экспертное мнение? Зачем экспертам быть экспертами? Ну, экспертом быть экспертами я не буду, наверное, сильно оригинален, когда скажу, что, когда одеваешь костюм эксперта, конечно, это подогревает чувство собственной значимости. Ну, я знаю лучше, чем вы, чем все остальные в этой студии, и как правильно обращаться с какими-то психическими реальностями. Тем более, когда эта аудитория большая, это, конечно, прилично подогревает, ну, как сейчас принято говорить, нарциссизм. То есть, такие представления о самом себе. Конечно, это способ зарабатывать, способ конвертировать это в звонкую монету, ну, или в шуршащую, неважно. Вот. Почему это, может быть, важно для людей? Почему именно экспертное мнение сейчас, оно настолько актуально? Ну, здесь много поводов. Мне кажется, потому что мы в какой-то степени все живем в, как это сказать-то, проще, наверное, ну, отходя от слов капиталистическое общество, да, общество потребления, общество потребления всегда сопровождается, как модно сейчас выражаться, амбассадорами, людьми, которые что-то рекомендуют, за которыми действуют, за которыми двигаются, да, этот рекомендует кроссовки, этот рекомендует кофе, этот банк, этот правильную психологическую, психотерапевтическую помощь. Я сейчас, может быть, беру негативную сторону, у этого, безусловно, есть позитивная сторона. Мы все время балансируем где-то, да, двигаясь за теми людьми, которым мы доверяем, но иногда переходим, может быть, границы, как в примере с тем же самым Лобковским, с условным. Вот. Это, во-первых. Во-вторых, я думаю, что в какой-то степени мы существуем в достаточно жесткой вертикали мнений, я бы так сказал. Она, эта вертикаль иногда бывает мягче, иногда бывает жестче. Мне кажется, сейчас у нас время с более жесткой вертикалью мнений, скажем так, с иерархией мнений, да, это проявляется во многих структурах, в экономических, в социальных, в политических и так далее. Вот. И вот этот запрос на вертикаль ответный, да, на, ну, патернализм, как говорят, патер-отец, да, на отцовство такое, на видение, на кого-то идущего впереди, умного и знающего, конечно, наверное, это связано с тревогой неопределенности, наверное, ну, с такой, в широком смысле, да, распространенной среди людей. И есть кто-то, кто, ну, может эту тревогу снять, кто может показать рукой, куда нужно двигаться, что нужно делать. Ну, в частности, возвращаясь в психологию, в психотерапию, ну, в сфере, ну, в сферу, вот, как я сказал, да, ежедневно предлагающую какие-то головоломные задачи, неразрешимые, может быть, задачи. Ну, я думаю, что этих факторов больше, ну, вот так, первые, которые пришли в голову. Ну, при этом, несмотря на то, что очень много экспертов и интернет доступен, люди, сталкивающиеся со своими психологическими проблемами или с какими-то неожиданными реакциями организма на что-либо, они все равно оказываются растерянными, они не знают, что делать, куда пойти, то ли к специалисту-психологу-психотерапевту, то ли бежать за лекарствами. Ко мне вчера вновь обратились с вопросом, что делать с паническими атаками, потому что вот там у коллеги похоже, что это они. То есть сам коллега, он не понимает, он не распознает, не признает у себя, да, не называет это такими словами, как паническая атака, хотя он до этого даже слышал об этом. Но когда он сам оказался в этой ситуации, в его голове это что угодно, но только это не панические атаки. Это что-то, угрожающее его жизни, это нужно бежать к врачам, каким-то, опять же, к экспертам, но не экспертам по психике, по душевным переживаниям каким-то. То есть я к чему веду, что информации все равно как будто бы все еще мало. А в данном случае информации о чем, как вам кажется? Ну, о панических атаках, о симптоматике или о том, как, может быть, невыраженные чувства могут приводить к телесным ощущениям неприятным или к каким-то изменениям. Елена, я возьмусь пофантазировать над тем примером, который вы привели по поводу панических атак. Я полагаю, что информации у этого мужчины, которого мы сейчас обсуждаем, я надеюсь, что он есть. Ну, возьмем его как модель. Мне обратились, сказали, вот коллега там, я не знаю, мужчина ты или женщина. Ну, женщина, да, возьмем как модель. Я думаю, что речь идет не столько о том, из того, что я услышал, ну, из двух-трех фраз, так обычно и происходит в такой аналитике психотерапевтической. Я услышал, что информации не просто мало, ее слишком много. Я поясню свою мысль. Вы сказали, и я с этим сталкиваюсь, коллега всеми силами пытается, ну, что-то такое вы сказали, да, найти у себя какое-то другое расстройство, только не думать о панических атаках. Вот, ну, эту фразу можно по-разному воспринимать. Во-первых, ее можно, почему много информации? Я что-то о них знаю, он что-то о них знает, или она что-то о них знает, но не хочет верить или не хочет допускать, что они у него есть. О чем это может свидетельствовать? Об очень многом. Но в первую очередь из того, что, ну, я вижу в общении, это все-таки психические расстройства. А психические расстройства до сих пор, или иметь психическое расстройство до сих пор, это быть человеком стигматизированным, ну, слово «стигма», да, отмеченным, то есть помеченным каким-то образом. Ты псих, раз у тебя панические атаки, ты псих, или я псих, раз у меня панические атаки, да. То есть, конечно, мы, я имею в виду, как общество сделали, ну, по крайней мере, из того, что я вижу в Самаре, сделали очень серьезные шаги. Мы теперь не пугаемся этого названия, вот, и обращаемся. Но вот у мужчин, например, с этим проблема, потому что мужчины вообще с трудом признают, что они могут бояться. Нам по статусу нельзя бояться. Ну, нам можно бояться чего-то видимого, ощутимого, ну, я не знаю, там, большого зверя, медведя кого-то. Я сейчас сильно перегибаю, но близко, вот. А бояться каких-то, какой-то паники, каких-то психических расстройств, это признаться, ну, в каком-то отсутствии контроля, в какой-то рассогласованности внутренней. Вот. Поэтому, поэтому вот это один момент. А второй момент, из которого, который я хотел бы обозначить, вот, вот это пресловутое, мы добились этого с коллегами, и сейчас мы на следующем этапе добились, что люди начали говорить, мы уже как-то говорим, на языке психиатрии, психотерапии, психологии. Они не говорят мне плохо, они не говорят мне страшно, они не говорят мне грустно, они не говорят мне тоскливо, я переживаю, я завидую, они не говорят, я там, еще что-то, да. Люди говорят друг другу, у меня депрессия, они говорят мне страшно, мне внезапно страшно, или мне очень тревожно, они говорят, у меня паническая атака, то есть меня кто-то там атакует внутри, вот. И, ну, это проблема, с которой мы сейчас сталкиваемся. Проблема я имею в виду вот то, что называется словами медикализация и психиатризация нашего языка, ну, психологизация, да, сплошь и рядом этот шизофреник, этот психопат, этот псих, этот нарцисс, этот аутист, этот дебил, этот, ну, и так далее, истерик, да, вот друг друга мы такими словечками называем, загрузив словарь психиатрических терминов, вот, что за этими, этот депрессивный, этот маниакальный, что за этим стоит, ну, приходится разбираться. Ну, и в какой-то степени это такой способ в нынешнее время легализованный и разрешенный, одобряемый, заявить о том, что мне плохо. У меня панические, ну, мне плохо, да, или что-то со мной происходит. Вот. Но еще не стоит забывать, что этот человек может быть прав, и помимо, или вместо психических каких-то нарушений или расстройств, у него действительно могут быть какие-то эндокринные заболевания. Ему нужно будет обследоваться, у эндокринолога, да, какие-то анализы пройти, какие-то дополнительные методы исследования пройти. Вот. То есть, ну, к терапевту может быть, ну, там целый, целый, может быть, такой список специалистов. И так иногда и бывает, что люди в последнюю очередь приходят к психотерапевту, пройдя целый, целую очередь вот таких специалистов, которые, каждый из которых говорит, вы не наш, нашего ничего не обнаружено. И вот тогда это один из еще один, еще один такой способ, ну, подтверждение, да, диагноза, что, возможно, что-то связанное с психикой. Можете ли вы, Алексей, рассказать, ну, может быть, есть описание механизма появления панических атак? Или вот в процессе работы вы обнаруживаете, что вот за их появлением стояли какие-то процессы в жизни человека или в его душе? Ну, та гипотеза, так у нас принято называть, да, гипотезу принято проверять, поэтому свои предположения мы называем, я имею в виду специалисты, чаще всего называем гипотезой. Это не столько теория, не столько аксиома какое-то утверждение, сколько гипотез. Ну, некое предположение, которое в процессе работы или времени, оно проверяется. Да, и скорректировать. Вот та гипотеза, которой я изначально пользуюсь и которая, мне кажется, сейчас содержательной, заключается в том, что панические атаки возникли, если это действительно те самые расстройства. Ну да, предположим, что человек прошел терапевта, эндокринолога, невролога, вот всех, и уже пришел к специалисту. И его расстройства мы действительно можем назвать паническими атаками, потому что в классификаторе болезней, ну, если мы на медицинском языке говорим, в классификаторе болезней, у панических атак есть некоторое количество пунктов, которым должно соответствовать состояние человека, и тогда этот диагноз может быть вынесен. Но помимо вот этой психиатрической, феноменологической стороны, ну, то есть мы загибаем пальцы, вот это есть, вот это есть, ну, там внезапные приступы тревоги, да, одышка, там сердцебиение, потливость, слабость, мысли определенного характера, да, вот обследованности. То есть помимо вот этой всей феноменологии, мы еще можем посмотреть, ну, с психотерапевтической стороны, со стороны динамики процессов, происходящих внутри психики, потому что вот в этой феноменологии нет, в психиатрической феноменологии нету понятия о динамике. Есть понятие только о том, что что-то выросло, что-то произошло. Так вот, в плане гипотезы можно говорить о том, что это люди, которые в течение какого-то достаточно длительного времени были сдержаны в плане своих собственных эмоций. Я часто здесь привожу метафору вулкана. Что-то плавится в недрах этой горы, и потом это может быть абсолютно незначащее какое-то событие или отсутствие события. Но человек едет в транспорте, и ему вдруг становится плохо. Ну, там ладно еще… Резкий звук может. Да, но там еще может быть какое-то объяснение. Транспорт, может быть, мне душно стало, да. А здесь человек идет с работы домой, и вдруг у него внезапный приступ тревоги, мощной тревоги. Он обливается потом, сердце его начинает биться, ум пытается молниеносно себе объяснить, что со мной происходит. У меня инфаркт, у меня инсульт, у меня неврологическая какая-то проблема, он задерживается при движении, он может куда-то сесть, он может ртом хватать воздух, ему может казаться, что воздуха… Ну, и так далее, да? Вот такая развивается. Да, могут быть ощущения, что ноги отнимаются, там много разных… Мировой кинематограф замечательно, периодически показывает, поскольку психические расстройства вошли в нашу жизнь и на социальном уровне, периодически показывает. Ну, пересмотрите, я не помню, какой из фильмов о «Железном человеке», где у него развивается это самое… Да, в самом начале как раз у него панические атаки. Панические атаки, да. Вот. И это вот тот самый вулкан, который вместе с собой наружу… Он, конечно, в основном такой выраженный физиологический характер имеет. Но почему? Дыхание, сердцебиение, потливость – это все связано с физиологией. И первая мысль человека – на телесном уровне со мной что-то плохо. Он не думает про психический уровень. С психикой – это когда мысли что-то, это когда здесь же не настроение, здесь у меня руки дрожат, здесь у меня дыхание там заложено, здесь у меня что-то в животе, да, что-то явно физическое, с таким физическим компонентом. Вот. И с такими людьми мы очень часто отправляемся в… Ну, сначала нужно эту тревогу снизить, это так я по процедуре, да, поговорить о ней, а потом, собственно, так или иначе, вот эти вот… Если человеку удается как-то согласовать, связать какие-то события в его собственной жизни и вот такое расстройство, то дело начинает двигаться, он начинает видеть связь между душевной жизнью своей, эмоциональной и физической. Ну, в данном случае психофизической. Вот. Ну, дальше как там получится в зависимости от многих разных факторов, терапия, психотерапия может быть более успешной или менее успешной. Можно ли говорить о том, что вот паническим атакам предшествует сдерживание каких-то конкретных чувств чаще, чем вот других? Я бы так не взялся, но, наверное, у нас тоже это разделение есть, оно мощное, позитивные, негативные чувства. Реже речь идет о радости или каких-то, ну, таких чувствах, которые сейчас приняты, которым принято добавлять знак плюс в математическом выражении, да. Речь идет, может быть, о гневе, может быть, о ярости, может быть, о страхе, может быть, об обиде, вине. Ну, это может быть такой очень серьезный конгломерат. Но нужно сказать, что речь идет не только о чувствах. Мы все-таки такие существа системно выстроены. Я имею в виду, что у нас нет таких пластов. Отдельно чувства, отдельно поведение, отдельно мысли. Это все каким-то образом связано. Вот. Поэтому речь идет, конечно, и о каких-то пониманиях, которые в этот момент спрятаны от самого человека. Ну, установки какие-то. Да, понимание может быть так. Мужчины не должны бояться. Ну, или не должны злиться. Мужчины не плачут. Мужчины не плачут, не должны бояться, не должны злиться. Или, ну, женщины подхватили сейчас, или не сейчас вот эту штуку, и вы приходите и говорите, что сильные женщины не должны проявлять эмоции. Вот. Я регулярно эту штуку слышу. Вот. И... Можно сказать, что, наверное, вот эти выплески происходят, когда вот этот вулкан долго созревал, и произошла определенная, ну, усталость, что ли, такой системный какой-то... Система устала удерживать аффекты в подавленном состоянии, и система их выдает на гора. Вот в таком... То есть на сдерживание уходит много человеческой энергии. Очень много, да. На сдерживание очень много человеческой энергии уходит, и люди в это время могут замечать, что они устали, что они сильно устают, что им не хочется, что они... Их состояние сопровождается... Есть такое слово ангедония. Ну, то есть отрицание... Гедонизм — это склонность к удовольствиям, да. Ангедония, соответственно, те удовольствия, которые раньше приносили, ну, которые были удовольствиями, они перестают быть удовольствиями. То есть человек перестает испытывать удовольствие от каких-то привычных для себя вещей. Ну, там, от еды, от сексуальных отношений, да, я не знаю, от покупок, от чего угодно. От хобби, от книжек. Вот, то есть, ну, вот эта вот идея определенного стягивания ресурсов, стягивания энергии. И потом, вот о чем я еще хочу сказать, может быть, это будет интересно вам, мне это интересно. Мы начинаем друг с другом общаться каким-то новым языком, вот именно языком такой патологии, что ли. Мне стало интересно рассуждать на то, по тому поводу, что патология психическая сейчас, может быть, относится скорее не только к одному человеку, это не с ним паническая атака произошла, это произошла какая-то, какой-то выброс такой произошел, ну, например, в системе его плюс его значимого окружения. Ну, например, у семьи эта паническая атака, да. Ну, как, грубо говоря, ребенка приводят родители с инурезом, да, и это вообще проблема всей семьи. Ну, так, если посмотреть, семейные специалисты об этом знают, и продвинутые родители об этом знают. Вот так же и мы друг к другу начинаем приносить такие системные выплески какие-то. Мы друг к другу сообщаем о том, что у нас друг с другом что-то происходит. Не у меня что-то происходит, не у вас что-то. То есть чувства сдерживают несколько членов семьи, которые вот в одну систему увязаны, но проявляется, возможно, в таком ярком выражении, в панической атаке только у одного. Не обязательно. Или у всех какая-то автоматика может присутствовать. Это может быть семья, в которой негласно по каким-то причинам ребенок, например, чувствует на себе бремя вины. Ну, например, он куда-нибудь не поступил. Ну, родители об этом не говорят, но как-то там внутри он ощущает, что это мощное давление, да. Или мама испытывает давление всей семьи в связи с какими-то тоже моментами, да. Что-то ее статус каким-то образом поменялся, заболела она, да, и не может выполнять какие-то работы. В общем, мне сейчас интересно смотреть на эти расстройства, в том числе, не только, и в том числе, как на такие системные нарушения. Мы все-таки друг с другом общаемся. Язык патологии прочно вошел в наш быт. Спасибо, Алексей, за сегодняшнюю беседу. Мы так опять прошлись в ожидании звонков по разным каким-то тематикам. Мне звонят. Правда? Ну, да, я решил немножко снять тревогу по этому поводу. Нет, но действительно, вы всегда с нами, даже если вас нету в реальном эфире. Всего доброго, спасибо. Спасибо. До свидания, берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова